Здравствуйте, дорогие друзья! Мы закончили книгу Тилимы, как я и обещал, завершающий урок по этой теме. Великая книга, я не знаю, как это все сказать, чтобы те, кто не знают, поняли. Это книга, которая решала всегда все проблемы, которая тысячи, миллионы людей ее читали. Наверное, эти все люди были не такие глупые, включая самых-самых великих мыслителей, которые понимали эту книгу, читали и обращались к ней в самые трудные минуты жизни. Тигелим вообще очень сложен, и понять до конца его вряд ли мы сможем, но вот один из мудрецов говорил, что Давид писал свои псалмы, играя на арфе, слушая мелодии и симфонии миров. И именно поэтому такая сильная книга, что в каждой из 150 псалмов связан с одной из 150 галактик, участвующих в управлении нашей Вселенной. Что еще? Давид Амалек начал книгу Тигелим словами «Счастлив человек, который?» и «Ашииха» и «Шишерда». То есть первые буквы трех слов составляют святое имя Ашема, 26-е из 72 имен, основных, которые спускают именно это имя, все благословения спускают в этот мир. И Давид Амалек не зря начал книгу Тигелима этим именем. Написано, что она определяет силу книги во многом. Во все минуты бедствия, тяготы, лишений человек обращался к книге Тигелима и всегда находил какую-то пользу ту или иную. Вообще 26 имя Творца нейтрализует негативную энергию, защищает от таких мыслей, от разрушения, от деструктива и так далее. И поэтому не зря перед молитвой Шахарид, во время молитвы Шахарид, перед молитвой основной Амеда, служение, читают псалмы. Почему? Утрецы говорят, что Тигелим действует как меч, он срезает колючки, убирает всяких обвинителей, чтобы молитва могла подняться к небу. Такая великая сила у псалмов. Согласно каббалистической книге Зар, все главы книги Тигелим были составлены святым правительским духом. Руаха Кодыш, да? И хотя Гмара говорит, что в некоторой псалме участвовали также Адам Решон, первый человек, Эмашер Эрбейну, тоже, знаете, не последние люди, и они внесли свой вклад в Тигелим, но только Давид на Мелых имел мудрость, чтобы собрать в одну книгу и расставить так, как они должны быть. Каждый, кто читает Тигелим каждый день, написал великий рабе Ехида. Считается, как будто он исполнил вообще всю Тору и заслужил место под престолом славы. И тот, кто привык чтению Тигелима, отталкивает от себя бедствия, от семьи, от всего поколения, представляете, какой смысл прямой читать это. Цемарь Цедак говорил, что если бы знали вообще силу, которая лежит в Тигелиме, их влияние на небесах, вообще читали бы постоянно. От одного уровня до другого поднимаются псалмы, которые вы читаете. И мудрецы считали бы все, что у чтения псалмов есть особенная сила. Согласно Кабале, чтение Тигелима способно наверху на небе пропудить у Бога милосердие к тому, кто читает. Очень интересно, Любавич Сергей Рабов всегда говорил, что человек, который учит Тигелим, блажен человек, который учит Тигелим. Потому что скажем, что если бы люди знали о силе псалмов, они произносили бы их, не переставая. Видите, то же самое. Великие люди знали, понимали и говорили. Написано, что читая Тигелим, мы подключаемся к мощнейшему духовному каналу самого автора, царя Давида. А он, в свою очередь, подсоединяет нас к жизненной энергии Творца, и намного более высоком уровне, чем, наверное, все же мы пока находимся. Книга завершена. Но теперь всегда по-игрейски надо подводить итоги. Итог первый. Очень полезно, как мне пишут, и популярно. Поэтому мы договорились с издательством, издадим книжечку, такую Тигелим с Божьей помощью, в Ленедер, в которой будут толкования все эти псалмов в собранном месте. А чтобы мы понимали, что учтение Тигелим приносит пользу, мы сразу договорились об опции. Те, кто слушает эти уроки, я потом дам адрес. Естественно, бесплатно в этой книге будут ваши фамилии, или ваш, кого вы захотите, в книге Тигелим будут записаны за что. И последнее. Так как написано, что в святости не уменьшают, цикл мы закончили. Чтобы не уменьшать, обязательно через несколько дней начнем какой-нибудь новый, другой цикл. Скорее всего, по книге Перкея Вот. Я хочу попробовать невозможное. В те же пятиминутные кусочки уложить величайшие мудрости нашего народа. Сложно, знаете, как комиксы. Но сегодня востребовано. Брахова от слуха.